Всем привет! Хочу сделать свой прогноз на матч российской премьер-лиги между Зенитом и Тульским Арсеналом. Это вот уже возобновляется тур в пятницу в 20.00 состоится первый матч, в котором Зенит примет Тульский Арсенал. Ну что можно сказать, ребят? Матчи за сборность закончились, и вот сейчас начинается самое что ни на есть гонка. Гонка за чемпионов, гонка за Лигу чемпионов и прочее, прочее, прочее. Потому что матчи предстоит с Зенитом, да и вообще всем топовым командам очень много, наверное, кроме Спартака. Ой, Спартак это не топовая команда. Вот, поэтому, конечно, будет вставать, конечно, будет варьировать состав, будут смешаны составы, но это не сейчас. Но все-таки вернемся к матчу с Зенитом Арсеналом, что-то нам ожидать. Так, ну, насколько я знаю, Дреуси вроде как собирается выходить на поле, возможно, даже в основе, да? Ну, блядь, в каком он состоянии будет, вот вопрос. Ну, вроде Сочи он выходил на поле, да? Наверное, кондиции он еще не набрал, но это вот, во-первых. Во-вторых, в Бариус вроде как там, возможно, что не успеет прилететь с сборов сборной Колумбии на самолете, да? Неизвестно, прилетит он или не прилетит, а если прилетит, в каком он будет состоянии, хуй его знает. А значит, в центре провиснет у Зенита, да? Вот, вот такие расклады. У Арсенала, в принципе, там и некому не о ком думать, весь состав у них есть. Как сыграли эти команды в прошлом туре перед матчами на сборной? Арсенал Дом проиграл ЦСКА 1-2, а Зенит обыграл Спартак на выезде 1-0, но там, скорее, повезло. Зенит демонстрирует на протяжении где-то трех матчей четырех просто отвратительную игру, из-за этого долбоеба Симака, да? Как они там сыграют, хуй его знает, ребят. Они могут и выиграть, а могут не проиграть, ну, сложно на что-то вставить, да? Но мы все-таки поставим. Я на этот матч хочу сделать две ставки. Первая моя ставка, это делание тотал Зенита больше двух за кофе-цент 2-1. Но я считаю, что Зенит может нахуярить, потому что, в принципе, Дюзюба будет играть, Сазмон будет играть. И очень-очень долго Зенит не забивал больше одного мяча. Блядь, матча четыре где-то там было, да? Но я думаю, что два мяча Зенита возобьет, а потом может хуй его знает и больше, да? Но два мяча, круглая цифра. Все-таки я возьму два, индивидуально тотал Зенита больше двух. Коэффициент очень хороший. Если кто-то хочет, может взять индивидуально тотал Зенита больше полтора за коэффициент 1-5-9. Но я все-таки коэффициент большой беру. За 2-1 я считаю, это нормальный риск. Риск, можно сказать, минимальный. Вот это была моя первая ставка. Вторая ставка, это индивидуально тотал желтый карчик. Арсенала больше двух с половиной за коэффициент 1-94. Я считаю, что будет много фалии. Ну и разумеется, статистика. Статистика заключается в том, что вообще в этом чемпионате Арсенал больше двух карточек еще не зарабатывал. Да, ну, когда-то это прекращается. Ну, а Зенит в свое время во всех своих матчах и получали они много карточек, и соперники на них зарабатывали тоже много карточек. Соперники Зенита, по-моему, только в последний матч из Спартак заработал две карточки. А в остальных матчах зарабатывали очень много, больше двух. Вот, поэтому я считаю, что возможность здесь серия прекратится. И мой прогноз, индивидуально тотал желтый карточек Арсенала больше двух с половиной за коэффициент 1-94. В принципе, хороший коэффициент. Ставки обе довольно-таки рисковые. Тут нет никаких трех флажков, довольно-таки рисковые, да. Но, возможно, они играбельны, они играбельны. Вот, потому что, ну, все-таки ставить на Зенит, на Победу, я уже зарекся. Потому что, блядь, пока этот болбоебщик в Зените, блядь, там никакой атакующей игры не будет. Но он при этом даже имеет набор футболистов. Там, кстати, Осарио. Осарио же присоединиться, да? К Зениту. Даже имея такой набор футболистов, футболисты без тренера могут расхуярить этот Арсенал, да. Это правда тоже. Ну, просто положат три мяча, там, отзвонят Дзюба, и все. Вот такая история. Повторяю, матч состоится 2-0-0 в пятницу. Смотрим футбол и болеем за своей командой. Всем пока. Смотрим футболистов.